у земли нет формы потому что земли не существует закрой глаза давайте закроем наконец-то тему формы фигуры земли у земли нет формы у нее не может быть фигуры потому что самой земли не существует в этом видео ты узнаешь почему земля плоская и почему в то же время ее не существует чем является твое тело почему это аватар и почему твое тело является очками виртуальной реальности и может быть после просмотра этого видео ты поверишь в бог то есть в себя ты поверишь в себя есть персонаж и есть наблюдатель есть игрок и есть игровая локация наблюдатель видит этот мир через игрока и создает его одновременно человек получает информацию об этом пространстве благодаря 6 органам чувств зрение слух вкус обоняние осязание и ориентация в пространстве вестибулярный аппарат внутреннее ухо игрок ориентируется в пространстве благодаря вестибулярному аппарату благодаря ему игрок знает что такое вверх вниз право лево вперед и назад и осознает себя как центр а точнее свою голову как центр представление об ориентации в пространстве являются базовыми скриптами на которые потом уже накладывается вся картина мира игрока все его предпочтения базовые скрипты помимо отличия света тьмы холода от жара это ориентация в пространстве 6 сторон право лево вперед назад вверх вниз и он как центр 6 плюс 1 работа аватара человека отражена на дереве сифирот дерево сифирот представляет из себя развернутый на плоскости трехмерный куб 6 сторон куба отражают 6 сторон благодаря которым аватар ориентируется в пространстве дереве сифирот описан куб куб повторяет модель вестибулярного аппарата куб на плоскости выглядит как шестигранник шестигранник сотая это универсальная модель нашей вселенной 6 плюс 1 7 цветов 7 нот 7 дней недели 7 смертных грехов 7 печати 7 добродетели и так далее это универсальный кластер и это работает даже в отношениях с людьми в главе любой корпорации всегда стоит один лидер а у него шесть подчиненных если вы посмотрите на свою жизнь у вас нет более 6 именно близких людей поскольку вы просто не в состоянии будете обработать и запомнить все детали и подробности их жизни чтобы скажем так считать их близкими но давайте вернемся к органам чувств ведь их 6 осязание обоняние зрения слух вкус вестибулярный аппарат а где 7 должно быть седьмое чувство у человека заблокирована седьмое чувство а у тех у кого она немного разблокирована называют ясновидящими называют магами колдунами или просто одаренными людьми вам знакомо это чувство когда вы знаете что-то наперед то есть видите пространство вариантов или например у вас открывается резкая резкий талант к чему-то или вы мигом обучаетесь тому чего чего вы хотите вот это и есть то седьмое чувство когда вы чувствуете что сейчас зазвонит телефон и он звонит вот это и есть седьмое чувство которое работает вещи сны это седьмое чувство это наш врожденный вай фай вся суть медитации аскезов каких-то духовных практик сводится к раскрытию седьмого чувства и синхронизации при этом работы всех остальных чувств вместе с седьмой чакральная система отражает так называемые энергетические центры а что такое энергетический центр давайте подумаем что такое чакра если наше тело это аватар компьютер биоробот что такое чакра чакра это ядра процесса ядра процесса и суть йоги разблокировать седьмое ядро и синхронизировать его вместе с остальными поэтому да йога работает она позволяет активировать это седьмое ядро но если быть до конца я честным то любой опытный мастер йоги вам скажет что вы можете потратить всю жизнь на освоение асан на доведение своего искусства йоги до совершенства и когда вы подойдете вплотную к раскрытию седьмого чувства подойдете вплотную к этой нирване вы скорее всего умрете вы просто не успеете поэтому йога полезно духовные практики разные полезны но это сродни тому что если вы у вас на компьютере был вирус который постоянно из-за которого все время всплывают окна а вы все время закрывали бы эти окна и вручную почищали все гадости которые делает этот вирус гораздо проще установить антивирус но проще логичнее потому что всю жизнь можно потратить на устранение последствий а мы с вами будем смотреть в коре цель этой игры выйти за пределы сформированного и ограниченного мировоззрения ограничение эти наше рабство наша кобыла отражены на дереве сиферот а дерево сиферот это развернутый куб развернутый куб это модель устройства нашего аватара а точнее базовые скрипты а точнее модель устройства нашего внутреннего гироскопа и возвращаясь к теме плоской земли почему же она плоская почему ее не существует первый навык который осваивает человек где у робот хомо сапиенс это прямохождение прямохождение мы должны откалибровать свой внутренний город гироскоп под плоскую поверхность под трехмерное пространство плоскую поверхность трехмерным пространством игрок откалибровывает свой внутренний гироскоп для прямохождения а это происходит для формирования субъективной картины объективной реальности почему объективной потому что реальность которая у каждого своя объективна лишь в том случае если аватару всех откалиброван более-менее одинаково у всех а наши системы воспитания как раз и занимается тем что калибрует нас одинаково и поэтому нам видится этот мир примерно одинаково до существуют люди с небольшими погрешностями например вы можете проследить те кому не делали прививки или те кто пропустил прививки например или те у кого что-то случилось как это травма или авария в общем случилось что-то с телом не такое как у большинства немного от них отличается да почему все идет от нашего воспринимающего аппарата от нашего биоробота благодаря ему мы эту реальность видим воспринимаем и транслируем именно такой итак рассмотрим наглядно что же из себя представляет наша видимая локация вот эта привычная модель земли но давайте вспомним тему с полой землей якобы были найдены карты которые схематично отражают устройство полой земли и якобы вот так она выглядит наш привычный шарик с проходами внутрь полой земли на северном и южном полюсах давайте рассмотрим внимательнее эту модель и давайте подумаем что она нам может напоминать смотрим внимательно на схему теперь развернем это устройство нашей оптики нашего аватара нашего глаза это устройство наших камер благодаря которым мы осознаем что видим проходы на этом рисунке на самом деле иллюстрируют то как пучок света попадая в наш глаз преобразовывается в электрический импульс затем попадает в мозг и мы осознаем что видим что-то привычная модель круглой земли также схематично повторяет устройство нашего глаза а точнее повторюсь движение света который попадает через зрачок преобразовываясь в электроимпульс поступает к нам в мозг и мы осознаем что видим на схеме так называемой полой земли обозначены не входы в нее а наш зрачок устройство нашего глаза но вернемся к плоской земля земля всегда будет плоской для наблюдателя поскольку наш воспринимающий аппарат наш внутренний гироскоп откалиброван под плоскую поверхность и плоская стационарная земля всегда будет приборной данностью как для нашего внутреннего гироскопа нашего вестибулярного аппарата так и для навигации для навигации любого транспорта в рамках этой локации мы плаваем и летаем исключительно по азимутальной проекции а азимутальная проекция наилучшим образом отражает модель именно плоской земли и поэтому любая картографическая проекция зациклена мы всегда будем плавать и летать вокруг некого центра источника этой матрицы потому что угол обзора наших камер нашего глаза не превышает 180 градусов мы просто физически не в состоянии постичь форму земли поэтому рассуждать о том какой формы является субъективная видимая локация для наблюдателя можно будет только тогда когда наблюдатель поднимется над землей единственный способ постичь фигуру земли то есть создать ее это подняться над ней но плоская земля всегда будет самым удобным способом для навигации самым удобным способом расчетов и отсчетов времени и циклов символ иньянь помимо отражения движения небесных светил луны и солнца является отражением базовых скриптов до того как откалибровать свой воспринимающий аппарат под плоскую поверхность аватара человека учится отличать свет от тьмы та самая пресловутая дуальность нашего мировоззрения обоснована только базовым скриптом отличием света от тьмы наблюдатель всегда будет видеть землю исключительно плоской наш мир это панорама которую ты видишь и для примера я приведу Пейтингерову таблицу пергаментная копия древней римской карты создана как нам говорят в 13 веке табула Пейтингерия сегментум 1-8 на ней изображены римские дороги и основные города империи в 2007 году Пейтингерова таблица вошла в список память мира ЮНЕСКО правители древнего так называемого Рима воспринимали нашу землю и изображали ее как панораму панораму которую видит наблюдатель и для удобства а точнее для сокрытия этого факта нам людям предложили зацикленные картографические проекции самый большой секрет который скрывают от нас это то что земли не существует без тебя наблюдателя я предлагаю посмотреть вам еще раз пятую часть правды и вспомнить как в алхимии выглядит космос и так вестибулярный аппарат откалиброван для хождения исключительно по плоской поверхности линия горизонта всегда будет для хомо сапиенса с откалиброванным под плоскую поверхность вестибулярного аппарата четко по середине разделяя вверх и низ и постичь понять осознать фигуру и форму земли возможно только поднявшись над ней физически только забравшись так высоко чтобы создать ее в своем сознании и увидеть потому что существует она только в сознании игрока а единственная реальность которая у него есть это его видимая локация а видимая локация всегда будет иметь плоскую поверхность и всегда будет трехмерной ограниченный трехмерным пространством и разбалансированный внутренним диалогом который гуляет постоянно по шести процессорам игрок ищет форму земли ищет что было раньше курица или яйцо не понимая что курица или яйцо существовали всегда и сейчас существуют одновременно одновременно но в разных временных промежутках которые игрок не может постичь познай себя вспомните карту с шутом на лице которого орбис терарум картографическая проекция зацикленная познай себя реальность существует только в поле зрения игрока только в поле зрения игрока и карта этой локации существует только потому что наш воспринимающий аппарат откалиброван одинаково кластер этого мира это число 7 центр и 6 вокруг чего бы то ни было 6 плюс 1 это модель нашей вселенной центр ты ты являешься центр я тебя поздравляю и у тебя есть базовый скрипт шесть сторон вверх вниз право лево вперед назад и на этом строится вся твоя картина мира если игрок будет спускаться вниз физически идти вниз 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 внутрь так называемой земли он дойдет таки когда нибудь до того места которое называют сварт альфахейм ад аид хельхейм ну и так далее в разных мифологиях по разному если он будет идти вверх то он физически попадет в асгард в альхалу на олимп в рай и так далее но все это будет отражено в рамках его восприятия и все это будет в только локации очередными декорациями другой локации которая всегда будет иметь плоскую поверхность так что говоря о форме земли о нашей вселенной так называемой можно смело сказать что ее не существует не существует без наблюдателя люди заражены вирусом вирусом под названием эгоизм центр седьмое ядро влечет его постоянно игрока поэтому он постоянно ищет некого просветления некого успокоения и кстати ось мира ось игрока позвоночник и ось мира действительно есть если он будет идти в центр игровой локации он таки дойдет до центра мира и вернется к материнской ткани к источнику матрицы кстати еще забыла забыла добавить про йогу и позу лотоса поза лотоса это попытка физически собрать куб человек представляет тоже из себя развернутый куб и на дереве сифирот это тоже отражено поэтому поза лотоса это попытка собрать куб все эти мудрые асаны работают да но медленно к сожалению кнопка выхода из игры все эти лайфхаки они находятся вот здесь в твоем теле никуда ехать не надо можно физически добраться до материнской ткани до источника матрицы то есть коси мира крупы с нигра горе меру таки полететь поехать а можно найти антивирус у себя на теле да у тебя на теле есть кнопочка кнопочка выхода из игры это не вот эта кнопочка нет дурное дело не хитрое всегда успеешь я говорю о реальном лайфхаке у большинства людей заблокировано это седьмое ядро процессора седьмое чувство и суть этой игры разблокировать его найти кнопочку и юзать аватархума сапиенс наполнен вот вкратце это то что я хотела вам сказать я очень надеюсь что у меня доступно получилось донести мои мысли я надеюсь что вам что это было созвучно с вашими ощущениями об этом мире и я желаю вам найти кнопку ну или полетим коси мира какая чертова разница все равно все равно это игра 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 Продолжение следует...